Стелющиеся яблоня. Суровый сибирский климат требует от садоводов идти на большие хитрости и прикладывать много усилий, чтобы получить хороший урожай. Обычные высокорослые и крупноплодные яблони часто вымерзают в холодные зимы во время весенних заморозков, а местные сорта приносят урожай из мелких яблок, которые не отличаются ни товарным видом, ни особыми вкусовыми качествами. Неудивительно, что именно садоводы этих регионов впервые попробовали выращивать сланцевые яблони. Описание. Стелющиеся яблони, также называемое сланцевой, это карликовое дерево, формируемое особым образом. В таком виде оно занимает довольно много места, гораздо больше, чем обычные яблони, но зато суровую зиму переносит не в пример лучше. Как понятно из названия, такое дерево обычно низкорослое, до 45-50 сантиметров в высоту, его ветви направлены параллельно земле, они растут вверх. Существует сорта яблонь, обладающих таким типом крона естественным образом, например, милба или боровинка. Но при желании можно вырастить в виде сланца любой сорт яблонь, летний, осенний, зимний, крупно или мелкоплодный. Для этого необходимо лишь правильно и своевременно сформировать ее крону, а затем обеспечить деревцу правильный уход. Стелющиеся яблони невысокий рост дает возможность легко укрыть деревца на зиму. Благодаря этому повышается выживаемость посадок, а в результате и общая урожайность сада. Первые плоды со сланцовых яблонь можно получить уже на 3-4 год, соблюдая агротехнику. Посадка стелющейся яблони. Для выращивания в виде сланца подойдет любой сорт яблонь, но лучше выбирать те, которые отличаются крупным размером и отличным вкусом плодов. При этом не стоит все же выбирать южные сорта, поскольку они гораздо хуже приспособлены к местным условиям и даже в виде сланца могут не пережить холодную зиму. Лучше подобрать подходящий сорт из тех, что был выведен для северных регионов. Лучших результатов удается добиться на подвое из местных дичек с высокой зимостойкостью. Привой же может быть любого сорта. Важно! Для посадки выбирают однолетний саженицы с гибким стволом. Такие деревца легче приживаются, адаптируясь к необычной для себя форме, не ломаются при формировании. При выборе саженцев в питомнике ориентироваться нужно на развитость корневой системы и толщину ствола до 1 см. Чтобы корни дерева не засохли до посадки, если она произойдет не сразу, их можно обмакнуть в глиняную болтушку. Подготовка к посадке Поскольку сланцевая форма яблони занимает довольно большое пространство, нужно заранее продумать планировку. Сады выбрать для деревьев наиболее подходящее место. Оно должно быть защищено от сильных ветров и сквозняков. Кроме того, лучше выбрать самое сухое место на участке, так как яблони не любят повышенной влажности, а близко залегающие грунтовые воды могут стать причиной загнивания корней. Обратите внимание, за несколько дней до посадки нужно выкопать яму и заполнить ее на 2 третьих объема смесью с плодородного верхнего слоя почвы перегноя дерновой земли. Также стоит позаботиться об удобрениях, подойдут калийные и фосфорные препараты. Использовать их можно в обычных пропорциях, как для высокорослых яблонь. Сажать яблони можно как весной, так и осенью. В первом случае формировка крона продолжается в течение лета, во втором ветви деревца наклоняют к земле и пришпиливают в нужных местах деревянными или металлическими крюками или шпильками. Затем укрывают на зиму, весной, после снятия укрытия, саженцам дают свободно расти. Закрепленная в горизонтальном положении яблоня посадка происходит классическим способом, вертикально или же под углом 40 градусов. Если почва сухая, допускается небольшое заглубление корневой шейки. При высокой влажности это может привести к загниванию дерева. После высадки саженца поливают из расчета 2-3 ведра на каждый. Затем землю рекомендуется замульчировать торфом, перегнуем или другим подручным материалом. Это защитит почву от пересыхания, а корни от заморозков. Уход за стланцевыми яблонями Выяснив стланцовые яблони, что это такое, самое время разобраться с тонкостями ухода. Подкормки и полив проводятся аналогично обычным сортам яблонь, а вот особенности формирования и обрезки потребуют более внимательного изучения. Формирование кроны важно. Планируя вырастить яблоню сланцевого типа, нужно понимать, что это потребует времени и усилий. Полностью сформировать стелющийся скелет яблони можно только за 4-6 лет постоянного внимания и работ по обрезке и фиксации веток. Саженцам осенней посадки после освобождения весной дают расти свободно примерно до июня. Нужно следить, чтобы ветви не одревеснели, иначе они могут сломаться при закреплении. В июне ветки опять пригибают к земле, следя за тем, чтобы до почвы оставалось не меньше 5 сантиметров. В августе верхушки всех ветвей прищипывают, чтобы остановить их рост и стимулировать одревеснение коры. Если высадка проводилась весной под наклоном, саженцы также растут свободно до начала лета. При желании весной можно обрезать ствол на одну треть для более обильного ветвления, но эта процедура не обязательно. Летом ветви начинают формировать, придерживая ствол рядом с местом прививки, его осторожно наклоняют к земле, после чего закрепляют в таком положении. Обратите внимание, крайне важно следить за полностью горизонтальным расположением ветвей. Изгибы могут привести к образованию ожогов или морозобоин в дальнейшем. Высаженные вертикально саженцы весной обрезают до 4-5 почки, а стелющуюся крону формируют из нарастающих молодых веточек. Их фиксируют горизонтально при помощи крючков или скоп, следя за тем, чтобы ветви не касались земли и располагались ровно. Крону можно сформировать в виде тарелки, зафиксировав ветки равномерно по кругу или же в виде двух плеч. Во втором случае у дерева есть два основных плеча ветки, расположенных друг против друга, и по 4-5 ветвей на каждом из них на расстоянии 0,3-0,4 метра. Фиксация ветвей для поддержания яблони в стелющейся форме. Важно все новые, растущие вверх побеги своевременно пригибать к земле и фиксировать шпильками до одревеснения. Очень важно своевременно проводить обрезку, поскольку загущение кроны очень сильно влияет на урожайность яблони, а стла нет склонен к быстрому зарастанию. Если не обеспечить дереву должный уход излишняя густота кроны может привести к различным проблемам развития и болезни распространения вредителей, более позднее плодоношение, измельчание плодов и ухудшение их вкусовых качеств, менее интенсивная окраска яблок. Внимание! Карликовый яблоневый сад нуждается в ежегодно осветляющей обрезке. Удаляются старые поврежденные, больные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Это способствует омолаживанию дерева и стимулирует прирост новых плодоносящих веток. Подготовка к зимовке из планцевой яблони в остальном ухаживать за стелющейся яблони легко даже для начинающих садоводов. Дерево нуждается в рополке и удалении прикорневой поросли. Чтобы избавиться от травы, можно замульчировать прикорневой круг торфом, перегнуем или другим подручным материалом. Чтобы подготовить яблони к зиме, необходимо провести комплекс мероприятий. К стволам подсыпают слой земли или мульчи высотой до 8-10 см, чтобы утеплить их и не допустить подмерзания. С наступлением тепла утепление нужно обязательно убрать, так как оно провоцирует рост поросли. Для основного укрытия крона используют различные материалы – лапник, сухую листву, снег, грунт, утепляющие материалы. Важно, чтобы ветви не ломались под тяжестью укрытия, нужно позаботиться о подпорках. Дерево укрывают синтетической мешковиной, присыпают края грунтом, сверху засыпают выбранный утеплитель толщиной не меньше 10 см. Чтобы не допустить промокания, все укрывают пленкой, а для укрепления конструкции сверху укладывают доски или немного земли. Для того, чтобы под укрытием не завелись грызуны, необходимо либо расставить вокруг дерева ловушки с отравой, либо дождаться пока дерево засыплет снегом и только потом укрывать сверху утеплителем. Зимовка стелющейся яблони также перед укрытием рекомендуется побелить стволы яблонь, чтобы избежать солнечных ожогов после снятия утепления. Кроме того, побелка может защитить дерево от многих вредителей. Поскольку ветви спланцевой яблони расположены близко к земле, белить необходимо не только ствол, но и нижние ветки. Сибирь характеризуется частыми возвратными заморозками, поэтому снимать укрытие весной необходимо предельно осторожно. Слишком спешить с этим не стоит, хотя и затягивать нельзя. Лучше всего снимать утепление постепенно, давая деревцам возможность привыкнуть к температуре воздуха. Совет опытных садоводов Чтобы немного облегчить уход за карликовым садом, можно воспользоваться советами опытных сибирских садоводов. Это первые несколько лет при интенсивном цветении и завязывании плодов рекомендуется проредить завязи. Это снимет нагрузку с яблони и позволит пустить ее силы на собственное развитие и укрепление. Если садовник даст деревцу время окрепнуть, оно непременно порадует его богатым урожаем немного позже подвесом созревающих яблок. Ветки дерева могут пригибаться к земле. Это может стать причиной загнивания плодов или их порчи грызунами. Чтобы этого избежать, необходимо использовать подпорки, шпалеру или устилать землю пленкой. Собирают урожай полностью созревшим. Каждое яблоко должно быть плодоножкой. Созревшие плоды легко отделяются от ветки и позволяют не повредить плодовые почки. И следующего года спланцовые яблони также нуждаются в удобрениях. Для них вполне подойдет стандартная для пряморастущих яблонь схема подкормок и такая же концентрация удобрений. Прочитав описание и рекомендации по уходу, может показаться, что выращивание спланцовой яблони – это очень сложный процесс. Конечно, такой тип дерева требует несколько больше усилий и времени, но садоводство в условиях северных регионов всегда было непростым. Делом, ведь там нельзя просто посадить дерево и начать снимать с него урожай. Но именно спланцевая форма дерева призвана значительно облегчить дело садовника и помочь ему вырастить крепкий и обильно плодоносящий сад.